Городские камни Городские камни Городские камни Городские камни Городские камни Городские камни Кашкентцам, ко всему узбекскому народу было обращено слово партии, и слово это передавалось из уст пуста, и прошло оно через всю нашу землю. Вольный сын и свободная дочь узбекского народа, в дом твоего старшего брата русского, в дом твоих братьев белоруса и украинца ворвался германский басмач, но дом русского также и твой дом, дом белоруса и украинца также и твой дом. На фронт ушло 120 тысяч ташкентцев, потом в 45-м мы сосчитаем тех, кто вернулся. Те, кто вернулся, привезли с собой 30 тысяч боевых наград. В те дни взор ташкентцев был прикован не только к узкой линии фронта, но и к пространствам прифронтовых районов. Там родилось тревожное слово эвакуация. Там были дети, потерявшие родителей. Тогда даже приблизительно мы не могли знать сколько их, но мы знали. Сколько бы их ни было, ташкент всех примет, всех отогреет. Там были заводы, без которых невозможно воевать. Эти заводы уже демонтировали и везли в Ташкент. И Ташкент ждал их. Мы готовились принять, разместить, ввести в строй десятки крупнейших предприятий, имевших важнейшее оборонное значение. Мы готовились принять сотни тысяч эвакуированных. Там далеко на западе были солдаты, которых уже искалечила война. И Ташкент ждал их. И освобождал для госпиталей самые лучшие, самые удобные свои дома, вплоть до школьных зданий. И снова дети. 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 Нет, наверное, на земле народа, который бы не любил детей. Но много ли на свете земель, где почти в каждой семье по 8-10 детей, где любовь к ним так трогательна, как у нас в Узбекистане? Ташкентцы не ждали, пока детей привезут с вокзала в распределители. Они встречали их на вокзале, спешили навстречу детскому одиночеству. Среди множества очередей войны, очередей за хлебом, водой, керосином, была в Ташкенте необыкновенная, никогда в истории не виданная, очередь за усыновлением ребенка. Все хотели взять ребенка. И для справедливого решения основали комиссии, куда назначали только всеми уважаемых людей. В одной из таких комиссий были Корней Чуковский и Екатерина Пешкова, вдова Максима Горького. «Где сытый 10, будет сытый 11-й» — это старая узбекская поговорка. Двух девочек взяла актриса Людвиханум Сарамсакова. Взял малышей секретарь ЦК Узбекистана Усман Юсупов. Кузнец Шамахмудов привел в дом 14 сирот. Почти 200 тысяч сирот вновь нашли на узбекской земле икров и материнскую ласку. Один только окружной ташкентский госпиталь вернул здоровье десяткам тысяч воинов. А всего госпиталей было в Узбекистане 115.